Разумеется, это сообщение можно трактовать по-разному. У меня как минимум два варианта. Либо принц Гарри будет вновь долго и нудно рассказывать от той генетической боли, которую ему причинил законный и официальный папа принц Чарльз и каким плохим отцом он был, либо сообщит всему миру, что он Гарри – бастард. С одной стороны, последнее ему категорически невыгодно, поскольку единственный его козырь в этой жизни причастность к британской королевской семье. Место пока шестого претендента на трон и возможность к месту и не к месту ныть, как тяжело ему жилось золотой рыбкой в королевском аквариуме под прицелом фото и видеокамер. С другой стороны, по последним сообщениям СМИ, принцу Гарри за его книжную сделку, два тома мемуаров и еще две книги о какой-то фигне, в которых он будет писать о психическом здоровье, а его супруга Мэган, куда ж без нее, о здоровом образе жизни, обещано 54 миллиона долларов. Стоит ли такой куш разоблачения весьма деликатных тайн лично Гарри и британской королевской семьи в целом? А вот тут интересно. Поговаривают, что в отношении принца Гарри БКС трижды негласно проводила тест ДНК на его причастность к принцу Чарльзу. Проще говоря, установление отцовства. Почему трижды? Все очень незатейливо. Технологии, в том числе проведения и, самое главное, достоверности подобных тестов совершенствуются. Разумеется, итоги тестов не оглашались. Принц Гарри объявлен и считается законным сыном принца Чарльза и не менее законным наследником престола. Злые языки утверждают, это не так, и принц Гарри рожден вовсе не от Чарльза, супруга принцессы Дианы, а от Джеймса Хьюита, британского офицера, который обучал Диану верховой езде. Одновременно с этим добрые языки напоминают, принцесса Диана познакомилась с Хьюитом, когда Гарри было уже два года. Но если взглянуть на ситуацию не фаз или профиль, а с того боку, с которого сейчас смотрят на БКС Сасикса, а прицел у них однозначно сбит, то Гарри вполне может заявить, что он не сын Чарльза и не наследник британского трона. Во-первых, деньги издателей отрабатывать надо, куш солидный, а все свои печали Гарри уже изложил ранее. Во-вторых, это будет мидгросс-шкандаль для королевской семьи, ведь общественность может потребовать тестов ДНК для всего королевского семейства, чтобы уточнить, кого мы кормим за счет своих налогов. А то, что Гарри на весь мир объявит, что он по сути не представитель королевской семьи, так и что с того. Сасиксы уже выжили из этого родства все, что могли. Как думаете, СМИ разумно мыслят, сообщая, что Гарри может рассказать всю правду о своем происхождении? Или опять реклама, бессмысленная и беспощадная? Обсудим в комментариях. Британское королевство, как известно, с особым трепетом относится к традициям и старается их соблюдать. Но, к сожалению, в последнее время от многих ритуалов приходится отказываться из-за повисшей над всем миром пандемии COVID-19. Так, герцог и герцогини Кембриджские и их дети в следующем году остаются без важной традиции празднования дня рождения. Ежегодно в честь дней рождения всех старших членов британской королевской семьи в Вестминстерском аббатстве звучит колокольный звон. По сообщению инсайдеров, на 2022 год церковь меняет расписание звона колоколов и отныне традиция будет продолжена только в дни рождения королевы и принца Уэльского. Колокольный звон аббатства можно услышать перед богослужениями и в дни церковных праздников. Колокола также традиционно звонили в честь дней рождения старших членов королевской семьи, рассказал представитель церкви известному британскому изданию. Из-за финансовых проблем, связанных с пандемией COVID-19, по согласованию с Букингемским дворцом, колокола теперь будут звонить только в дни рождения ее величества королевы и его королевского высочества принца Уэльского, добавил источник из Вестминстерского аббатства. Таким образом, вся семья принца Уильяма в следующем году будет лишена одной из важнейших привилегий членов королевской семьи. Колокольный звон Вестминстерского аббатства также отменяется в дни рождения младших детей Елизаветы II, принца Эндрю, принца Эдварда и принцессы Анны, а также в отношении супруги принца Чарльза, герцогини Корнуольской. Традиционный колокольный звон в Вестминстерском аббатстве был приостановлен с апреля 2020 года из-за пандемии коронавируса. Первым за два года удостоится этой чести принц Чарльз, которому 14 ноября исполнится 73 года. В соответствии с новыми правилами, установленными королевой Елизаветой II на следующий год, в расписание не включен 40-летний юбилей Кейт Миндлтон 9 января, 62-летие принца Эндрю 19 февраля. После Мэгзита общение принца Гарри со старшим братом, принцем Уильямом, практически сошло на нет. Тем временем их супруги Меган Маркл и Кейт Миндлтон продолжат поддерживать отношения. Вопреки слухам об их вражде, герцогини ладят между собой. Негласные соперницы даже помогают друг другу в вопросах публичного имиджа. Сообщается, что невестки королевы Елизаветы II вместе работают над документальным фильмом для стриминговой платформы Netflix. По словам источника, Меган предложила Кейт принять участие в ее проекте, где она хочет осветить благотворительную работу герцогини Кембриджской. Королевский эксперт US Weekly Джо Дрейк рассказала, что побудила Меган снять такой фильм. Она пытается помочь публичному имиджу Миндлтон. Многие уверены, что Кейт не работает, потому что она не слишком выставляется это на показ. Так что это сотрудничество очень полезно для обеих. Отличный ход. По мнению экспертов, герцогини Кембриджская всерьез отнеслась к предстоящей работе с Меган. Принц Гарри и Меган Маркл во время своего скандального интервью с Опрой Уинфри обвинили королевскую семью в расизме. Они заявили, что в Букингемском дворце опасались за цвет кожи их наследника Арчи. Признание герцога и герцогини соседских не только шокировали британцев, но и нанесли урон репутации британской монархии. Телеведущая Энн Уидикомп поставила под сомнение заявление пары. «Это полная чушь. По крайней мере, речь шла о другом и точно не о расизме», — заявила она во время интервью Токрадио. Уидикомп даже сравнила откровенное интервью принца Гарри и Меган Маркл с судебными прениями без права голоса со стороны членов королевской семьи. «Это правда? Похоже, мы просто должны поверить Гарри. У нас же нет выбора», — добавил ведущий Токрадио. Новый сезон сериала Netflix Corona может серьезно рассердить королевских особ, поскольку в нем затрагивается очень пикантная тема. Одна из сюжетных линий будет посвящена неоднозначным отношениям ныне покойного принца Филиппа и британской аристократки Пенни Нечбул Ромси, которая долгое время его доверенным лицом и близким другом. Разговоры о том, связывают ли супруга королевы Елизаветы II с девушкой на 30 лет моложе него не только рабочие, но и романтические отношения не утихали в кулуарах Букингемского дворца. Роль Пенни Нечбул сыграет актриса Наташа Мак-Элхан, а принца Филиппа Джонатан Прайс. Это сомнительные отношения, которые, естественно, вызвали недоумение и немало разговоров, но Филипп и Пенни всегда утверждали, что они просто друзья, заявил источник The Sun. Создатели Короны считают, что эта тема достойна изучения. И выбор такой опытной актрисы, как Наташа, является подтверждением того, насколько важна эта роль. Вряд ли ее величество с пониманием воспримет эту сюжетную линию. Создатели сериала рискуют взбесить королевских особ. Официальные представители Букингемского дворца и Нетфликс от комментариев отказались. Принц Гарри и Меган Маркл продолжают подливать масло в огонь вражды с Букингемским дворцом. На этот раз герцог и герцогиня Сасекские обрушились с критикой на Елизавету II из-за того, что она так и не предприняла каких-либо решительных действий после откровений Маркла о расизме в королевской семье. Провокация со стороны опальных родственников была встречена крайне сухим официальным заявлением ее величества, которое пообещало рассмотреть в порядке жалобы Меган и Гарри и разобраться в ситуации. Все эти события происходили еще в марте, в новой главе книги «Finding Freedom» в «Поисках свободы», опубликованной в журнале People. Авторы Амид Скоби и Каролин Дюран пишут, будто пара осталась недовольна тем, что королева не взяла на себя полную ответственность за поднятые вопросы расизма. Им также не нравится, что за несколько месяцев мало что было реально сделано. Особенно, по мнению Амида Скоби, Меган задела фразой Елизаветы II о том, что ее воспоминания могут отличаться от того, как увидели ситуацию герцог и герцогиня Сасекская. И от этого Маркл пришла в ярость, ведь тем самым королева поставила под сомнение правдивость заявлений в интервью Опре Уинфри. Действительно ли кого-то из членов королевской семьи беспокоил цвет кожи малыша Арчи да и после его рождения? Они, Меган и Гарри не удивлены тем, что полная ответственность так и не была взята королевой. Даже спустя месяцы. И как вы можете дальше жить с этим? Пишут авторы Finding Freedom. Тем не менее, Амида Скоби отмечает, что принц Гарри и Меган Маркл вступают в яро знаменитости и, похоже, теперь уже и физически, эмоционально существуют в другом месте. Эксперт уверен, что супруги стоят на пороге большого коммерческого успеха, связанного с их проектами для Netflix и деятельностью фонда Archival.